В нашем случае мы будем говорить о том, как сегодня приходится и какие направления сегодня существуют в межмузейных отношениях. Так на минувшей неделе начался в Москве международный фестиваль «Интермузей-2024». В течение трех дней на круглых столах и в дискуссиях участники со всей России и других стран обсуждали свои достижения и проблемы. Специальное приглашение получила и директор Соликамского краеведческого музея Ольга Лебедева. Ей предлагалось поделиться своим опытом на сессии «Город без окраин». Москвичи и казанцы участвовали в этой же сессии. Они говорили о том, как они работают, предположим, с каким-то микрорайоном. И мы пытаемся объединить в целом Соликамское городское сообщество. Другие сессии на меня произвели большие впечатления. Например, представители Русского музея категорически отвергали всякую автоматизацию, компьютеризацию в залах музея. Это было очень интересное мнение. В эти же дни на ВДНХ проходил финал конкурса «Лига экскурсоводов». До него дошли 210 участников из 59 регионов России. Среди них и Виктория Коржавкина. Она успешно представила жюри полностью разработанный экскурсионный маршрут для детей с элементами театра. Конечно, испытание было не из легких. То есть, это вообще мой первый конкурс. Сейчас я веду театральную студию для детишек. Это у нас десятилетние ребятки. Я хочу все-таки их немножко вырастить. И чтобы мы ставили спектакль для наших жителей, гостей города. А в северной столице проходил финал конкурса профмастерства «Люди в музее. Настоящее и будущее». В него попали сотрудники 20 музеев страны. Мария Мамаева прошла еще дальше. Она стала членом всероссийской команды из пяти специалистов для разработки совершенно новой уникальной экскурсионной программы. Единая команда, которая будет уже в режиме онлайн создавать эту выставку. Мы будем ее продумывать. Мы сейчас два раза в неделю встречаемся в Зуме с нашим куратором. Поэтому выставка должна быть сложной и интересной. Уже сейчас можно сказать, что в Соликамске создается уникальная экскурсионная история. Перед сотрудниками стоит задача, чтобы сегодняшние посетители приходили на выставки и завтра. Это и есть формула музея будущего. Сергей Стерхов, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ.